Друзья, всем привет! Со мной сейчас Роман Безматерных Директор и владелец Центра Кровли То есть это один из крупных заводов Хабаровский, в котором работает более 300 человек. Роман, здравствуй! Привет! Поедем покатаемся и будет очень интересный разговор Отъезжаем мы от нового бренда, да? Это новый бренд? Да, это новый формат От нового формата на Карломарк 644 А вообще говорить будем о Хабаровске Роман, вот ты родился в Хабаровске, да? Да, родился в Хабаровске Ты живешь в Хабаровске, сколько лет уже тебе? Мне 42 будет в этом году 42 И отсюда не собираешься, да, никуда? Ну, на сегодняшний день нет Вообще здорово Расскажи, пожалуйста, вот что у тебя происходит с Хабаровском Какие отношения Что тебе нравится в Хабаровске Что тебе не нравится, как ты хочешь на это влиять В общем, ты рассказывай, я буду тебя перебивать вопросы Что мне нравится в Хабаровске? Да, да Он простой город В плане логистики То есть я всегда уверен, что за 15-20 минут я здесь доеду До любого места Мне нравится то, что он очень дорогой Тем, что приезжая в любое место мира Я практически понимаю, что Все нормально Ты не чувствуешь себя в общем-то Да, цены недорогие Я к ним уже приучил Да Ну и, соответственно, цен на продукцию Наверное, можно выставить Такие нормальные были Мне нравится здесь солнце Много Мне нравится осень Хабаровская Такая она прям Сильная, на мой взгляд Штука Приятная Она долгая еще Да, вот тут бабье лето Такое сильное Я считаю, что осень Это самое сильное время Года Хабаровска Вот Ну, так, в принципе Наверное, на этом Можно и закончить Да Люди, как бы Ну, не скажу, что Наверное Хабаровскими импонируют Вот Хабаровчане? Да, да На мой взгляд Медленоватые ребята Не все, конечно Но как-то Все-таки Ты немножко быстрее Чем средних хабаровчанин Я не могу дать этому оценку Как это можно дать? Много Нет такого измерителя Быстрее Ну, это по ощущениям По ощущениям Я Никогда не был даже Не казался русским человеком Я всегда Открылся С другого Мира С другой вселенной Как минимум Точно С другой страны Вот Еще что не нравится Хабаровске? Не нравится Знаешь Ну, если так Из природного Это комар-машка Конечно же Это великолепная штука Которая создает динамику И дает сильных хабаровчан Делает тебя быстрее Ну, такие вещи Как, понятно, что Всегда лед на дорогах Да, зимой И что Ну, мне бросается в глаза Это жара Когда очень жарко Да, то есть Что такое Резкое Климат Климат Который создает Сильных людей Потому что Ты проживая здесь Ты понимаешь Что, блин Ты становишься Однозначно сильнее Комфортные условия Для жизни Такие, прям Строссово Роман, ты не против Если мы поговорим О политике Не будешь Давай Вот Расскажи Как вот Развивается Хабаровский край Как развивался раньше Как развивается сейчас Кажется ли тебе Нормальным Как Как работают власти И так далее Вот это Просто интересно Как он развивается Да, все Видите, что Никак не развивается В принципе У края Непонятно будущее Непонятно Управляющая команда Кто управляет регионом Кто это и есть То есть Как называется Нет хозяина Да Есть ощущение Что без Без хозяина Пока даже Да Без команды Я бы сказал Даже не то Что без хозяина Без команды Без целей Я думаю Я думаю Что времена Хозяинов Уходят Когда Какая-то Личность Руководит Да Я считаю Ну конечно В России Это может быть Будет еще Долго продолжаться Роль личности В истории Да Но все-таки Цели Правильно Сформулированные Команда Которая к ним И тренер Наверное Не хозяин Тренер Который Определяет Путь этой Команде Ну вот Вот это Я вижу Нехватка Не хватает Дефицит Да А вот Сам Ты как думаешь Вот Хабаровский край Куда должен двигаться За счет чего жить Куда развиваться Здесь У меня Конечно же Вопрос в этом Есть Как запрос Мой личностный Потому что Четко ответить На этот вопрос Я не могу Этим нужно заниматься Это непростая Ну как бы Это работа Я думаю Что если Чисто заняться Вот этим Вопросом Не менее Одного года Чтобы Создать четко Сформулированные Цели И план Движения К ним Вот Такие вещи Как Логистика Да Это региональная Логистика Это город Логистический То есть В первую очередь Логистический Логистический Второе Это ресурсная Составляющая Это все Что связано С добычами И Я бы Попробовал Замахнуться На туристический Центр Что это город Все таки Регион Должен быть Направлен Сейчас на туризм В связи с Азией Да Ну мы это видим Что все равно Ты заходил В ресторан Вчера И там Все это азиаты Человек 30 Да Это понятно Что Все таки Туризм Это Один из отраслей Ну и есть Как бы Некоторые ветки Которые Можно Определять Но Я думаю Что Это все таки Промышленность Регион Всегда был промышленным Это и Комсомольск Да Промышленный Город И Хабаровск В принципе Если перечислить Те заводы Которые здесь Ранее стояли Это был промышленный Город В СССР Экономика Все конечно СССР Экономика Все смела Заводы Как бы стали Не нужны Но все таки Я считаю Что инженерный Потенциал Остался И Город Производственный Все таки Комсомольск Хабаровск Должны быть Производственным Центром Дальевосточного Туда Двигаться В этом направлении Роман Скажи пожалуйста Вот ты Занимаешься У тебя завод В таком В полном Смысле Этого слова Как вот Власти Хабаровска Тебе помогают Мешают Или Или ты никак Не чувствуешь Их присутствует Власти Хабаровска Слава богу Что я не чувствую Их присутствует Понятно То есть Пока вот такое Ощущение Не мешают Не мешают Ну вот в Хабаровске Именно власти Хабаровска Если говорить Они не мешают А ты бы хотел Чтобы помогать Ты знаешь Я бы не сказал Слово помогать Я бы наверное Его заменил Потому что Помогать Это значит Такой Как будто Слабый Человек И кто-то Сильный А в этом Случай Сотрудничать В этом Случай Говорить В моем Случай Это Вместе Создавать Лучше Наш регион Вместе Влиять Культуру Культуру В этом Потому что Потому что Любого Руководителя Такого уровня Попавшего В его ситуацию Судят По итогам А не По промежуткам И в его случае Я только могу Говорить о каких-то Промежуточных Шагах И что Из этих Промежуточных Шагов Какие выводы Я сейчас Сделаю Да Рассказывай Я вижу Что Человек Зашел Без команды И считаю Что Вообще Когда Мы говорим О политике Я увидел Тренд Что народ Выбирает Какого-то Человека Но не понимает Его опыт Не может Дать ему оценку Вообще Способен Управлять Регионом Городом Территорией Какой-то Человек Как-то Либо Смог Убедить Что он Короче Хороший Все-таки Управленческий Анализ Это команда Человек Должен иметь Однозначную Командную Форму И придя На управление Регионом В него Должна зайти Его команда Да А одному Как управлять Я не вижу Командной работы Что я вижу Что та команда Которая существует Он вошел В клинч Не имея Еще собственной И открытая Мне кажется Открытая порка Команда Не о многом Говорит Как у руководителя Потому что Открыто Ставить в укор И там Критиковать Своих людей На камеры Я бы делал Я бы делал Это в меньшей степени Но мне кажется Руководителю В меньшей степени Это нужно делать Публично Это можно делать В закрытых кабинетах Это можно делать Внутри команды Когда там Вы внутренние совещания Это можно делать По телефону По скайпу Отдельно Тет на тет Но Подготовить Сказать Ребята Если вы это не сделаете Я вас отпорю И все-таки Он должен делать Это своими министрами А не сам Но моими глазами Потому что Ну когда первое лицо порит Это не то дело Это должен делать Сам министр Это его команда Но ее нет Ему приходится самому Ну и вот У меня диссонанс Не похоже на пиар Да немножко Это не похоже Для меня Это социальный пиар Это пока выглядит Моими глазами Это же мое мнение Да-да-да Это неправда Неправильная Диспетит Вот такое мнение Что Это социальные баллы Зарабатывают А фактически Социальные баллы Не дадут Развитие региону Потому что Основной момент Я не вижу Работы над стратегией Я не вижу Работы над показателями Потому что Все-таки Четко сформулированные Цели И четко Описанные метрики По которым Мы будем идти Это есть основа управления И когда Я вижу Руководителя Высшего звена Который идет Без целей Без метрик Для меня Это Очень странно Кажется Это как Врач без анализов Знаешь Не поставил диагноз Не собрал анализы Не поставил диагноз А уже лечит Ходит тебя Как шаман Вот Такое впечатление Понятно Как ты думаешь Роман Сколько лет Хабаровск будет Лихорадить Прежде чем Здесь хотя бы Какая-то будет Наладиться Стабильная Политическая ситуация Здесь Ты все равно Как бизнесмен Планируешь Стратегия у тебя есть Моя стратегия Не связана С Хабаровском Давай Поставим Вот такой вопрос Потому что Мы региональная Мы уже Федеральная Это же компания Мы в том году Открыли В Иркутске Работаем И в принципе Мы выйдем За территорию Региона То есть Ты в бизнесе Не опираешься Да Это одна Из опорных точек Я не могу сказать Что там Стратегия Хабаровска Для меня Сильно Преоритична Да Но она имеет значение Ну как бы Я вижу Что если говорить Именно о Хабаровске И сколько лет Там Через сколько лет Он выправится Да Когда они на кофей Мягущие Абсолютно Абсолютно Не предсказуем Очень много Но Это Непонятно Или осенью Или через два года Или через четыре Или через восемь В принципиальном смысле Это не имеет значения Ну в таком Вот Угадать не буду Ты сам планируешь И дальше жить В Хабаровске Да Пока да Пока ближайшее Там Мое Мое прозрачное время Которое я вижу В своей жизни Мне здесь Мне здесь комфортно По крайней мере На ближайшие семь лет Я думаю Что это будет здесь Через семь лет Скорее всего Может быть Я уеду А может и останусь Пока я вижу Что уеду Потому что Образование Своей младшей дочери Я бы уже не хотел Давать Здесь Да Мне кажется Что Наше государство Именно наша система Образования В нашем государстве Она Не человечная Она Больше системная То есть Есть задача Чтобы была система Но Чтобы в ней не было человека И я не хочу Своего ребенка Пропускать Через эту Мясорубку Системы Мне некомфортно Роман Можешь Так вот На вскидку Сказать Три вещи Которые тебе бы Хотелось Больше всего Чтобы изменить Лучше В Управовской Знаешь Я бы хотел Чтобы Управлянцы Которые управляли Городом Хотели жить В этом городе И Строили планы Только в этом городе И выстраивали Все Стратегию Показатель Того Чтобы Сделать его Самым лучшим Это первое Этого достаточно Ты не занимаешься Развитием Хабаровска Ты развиваешь Свой бизнес Почему Я сейчас Увлечен Этим Процессом И я занимаюсь Сейчас прописываю Механизмы Как это возможно Моими глазами Опять же С стороны бизнеса А не с стороны власти То есть У тебя есть Мысли об этом И ты Как-то Да Я сейчас Формулирую Оформляю Я делаю Подготовительную часть Как-то будешь Участливать Да Еще бы я хотел Чтобы Власть Напрямую Слышала Бизнес И был Прямой диалог Бизнеса Власти А его нет Конечно Это как ребенок И родители Когда кто старше Кто главнее Есть такой этап Когда дети Становятся 14 лет И они начинают Как бы равными Быть 15-15 Когда родители Вдруг становятся Другом И на мой взгляд Власть не понимает Что это Нужно наладить Взаимоотношения Вернее Они не способны Они даже не понимают Они не способны Это увидеть Что такое бизнес Потому что Это люди в основном Не из бизнеса И они не понимают Что такое бизнес Вообще Как структура Вот А третье Я хотел бы Чтобы Здесь были Больше Альтернативных Систем образования Где могут Дети получать Образование Образование То есть Альтернативные Альтернативные Школы Альтернативные Детские сады У нас есть Монте-Сори Да Но Я бы хотел Чтобы их было Больше Чтобы этот процент Был Раз в 10 Наверное Больше Альтернативных Школ Детских садов И Может быть Это институт И как Их нам Был Власть Дала возможность Чтобы мы могли Запустрять Тестовая Система Образования Внутри региона И здесь был Такой Экспериментальный Проектный Так скажем Образовательный Регион Где мы можем Теститься И сами Изобретать Людей Будущего Роман Спасибо тебе большое Я понимаю Что мы сейчас Прошли Может по верхам Немножко И только Познакомились Но если вам Ребят будет интересно Вы напишите В комментариях И мы Может быть подробно Просто Мне лично Самому очень интересно Узнать Твою историю Как ты состоялся Как у тебя получилось Создать такую Большую организацию Успешную И этот путь Мы ведем Такие рубрики Иногда От предпринимателей Было бы Очень интересно Осветить Ну а на данный момент Тебе большое спасибо Надеюсь Это не последняя встреча Только начало Всем всего хорошего Подписывайтесь на канал Всем пока Роман пока Пока